Анатолий, Толя, Константин Натанович, не пора ли сбрасывать атомную бомбу на Кремль? Валерия Ильинична оправдывала применение ядерного оружия против Японии. Анатолий, ну, Валерия Ильинична, не упрощайте ее, так сказать, позицию, она гуманист. Вот, я помню этот ролик, она говорила о том, что в результате атомной бомбардировки Японии удалось войну остановить и сказала Валерия Ильинична, смотрите, какая получилась конфетка из Японии. Она гуманист, она не могла этого оправдывать и, тем не менее, понимаете, как это же ведь почти 30%, когда принималось это решение американцами, там, по-моему, больше 30% территории оккупированной Японии американцы освободили. И вступили на территорию Японии. И речь шла о том, что дальнейшее продолжение войны, в которой японцы сопротивлялись фанатично, будет стоить, эти оценки были известны, 20-25 миллионов жизней американцев. Ну, для Соединенных Штатов это, для Сталина, там, 20 миллионов туда, 20 миллионов сюда, это не очень важно. Для Соединенных Штатов это серьезная проблема. Нужно было каким-то способом остановить войну, не используя, ну, традиционные методы. Американцы использовали ядерное оружие и остановили войну. После второй бомбежки, да, значит, когда руководство Японии поняло, что это, что американцы не остановятся и продолжат эти бомбардировки, которые, ну, просто испугались. Это, кстати говоря, очень интересный фильм Сокурова «Солнце». Это как раз вот о периоде конца войны. Такой фильм художественный, но скорее это фильм исследования. Там возникла интересная ситуация. В общем, император для японцев был эквивалентом бога. И вот эта остановка войны, она была одобрена императором. И решение об этом, в общем, было принято. В том числе самим императором. И американцы, понимая, что для японцев это вопрос веры, они согласились с предложением окружения императора, что возьмут на себя ответственность за преступления во время войны военные. И вот этот трокийский трибунал, трибунал над военными преступниками, он превратился в самообличение японских генералов. Сама оккупация Японии, она продолжалась демилитаризацией Японии. Решение об этом принято было совместно с Советским Союзом, Соединенными Штатами, Великобританией, Францией. Ну, как обычно, была создана даже комиссия, которая, правда, просуществовала недолго в связи с напряженными отношениями между Советским Союзом и союзниками. Вот. Генерал МакАртур, Дуглас МакАртур, руководил этим процессом демилитаризации. Процесс проходил с 1946 по 1953 или 1954 год. Очень быстро, 7-8 лет. Кстати, это интересно и для нас, те, кто говорит, что невозможно излечить Россию от империализма, милитаризма. Ну, вот, хороший пример. А в фильме, да, Сокурова, у него на самом деле трилогия или 4 фильма на эту тему о диктаторах. Солнце – это фильм о японском императоре, «Телец» – это фильм о Ленине, о последних месяцах, годах его существования в горках, вот в изоляции, уже больной и осознающий, что он, собственно, наделал. его окружением в изоляции, Сталин, который просто, ну, садистски расправляется с Лениным. И фильм о Моллах, да, о Еве Брауне и Гитлере, тоже о конце существования, интересные фильмы – это фильмы-исследования. Туда же, кстати, относится фильм Фауст Сокурова. Ну, это более широкий такой взгляд на вещи, на человеческую жизнь, на смысл ее существования. Но неважно. Япония. Значит, а демилитаризация, там, кстати, я не помню, где я это читал, очень важны были для японцев какие-то символические акты американцев. Они изымали вот эти мечи японские, традиционные, тоже, как изымали в семьях. Это же очень высокая ценность была. Многие из них оказались в Соединенных Штатах. Вот этот фильм Килл Вилл как раз об этом, о мечах. Они научились делать некое подобие дамасской стали, такой, как слоеное тесто. Материал, сталь и даже вот эти узоры на поверхности меча, как на дамасской стали. Многократное складывание, но неважно. демилитаризация Японии, японцы это поддержали. В общем, там прошла довольно изысканная трансформация, связанная с тем, что ну вот символ поклонения, культа, император, его это как бы не касалось. Вся это весь процесс демилитаризации, осуждения преступников военных. Вот фактически, фактически японцы ну излечились от милитаризма, от империализма, покаялись и милитаристские идеи, ну вот так же, как Германия использовалась та же технология, попытка распространять милитаристские идеи преследовалась судами. Япония фактически в течение вот этих семи лет была лишена самостоятельности государства автономии. Она управлялась оккупационной администрацией. Хороший опыт, хороший пример. под руководством оккупационной администрации восстанавливалась экономика, кстати говоря, очень хорошо организованно. Я помню, там было очень много примеров, когда японцы пытались восстанавливать традиционную, так сказать, ну, несколько феодальную экономику. основывая свое предложение на традициях. Я не помню одну из отраслей, пытались, которая поддерживалась государством всегда в Японии, пытались восстановить, и генерал Маккартов сказал, что нет, ребята, давайте, я не помню, что, может быть, как раз производство мечей, а может быть, чего-то другого, не помню, что-то традиционное японское, генерал Маккартов сказал, нет, ребята, давайте на основах, так сказать, рыночных, если это нужно рынку, восстанавливайте, если это не нужно на рынку. Ну, все было очень успешно, экономика действительно носила такой корпоративный характер, организованный государством, японцы, предприниматели, создание вот этих всех корпораций, это все такое коллективное решение, решение сверху. Вот, но в условиях конкуренции вот главный принцип, которому они придерживались, это конкуренция в результате я сегодня езжу на японской машине, и машина неплохая, конкуренции .